Ремлянка Откуда она знала? И правда, роды были настолько тяжелые, она на краю могилы стояла. И тогда муж, видя, что действительно это от Бога, и сказал, все, больше пальцем не прикоснусь. И она осталась живая. Так вот, девство мне неизвестно, супружество известно. Поэтому вот вопрос о супружестве. В чем дарование о супружестве? В чем? Виагра наглотался или что-то другое? Да. Наверное, в снисхождении, в умении сохранить добрые отношения, в умении довести половину слабую до неба, не уступать ее капризам. Вот это и есть дар. А кому легче? Ну, если так в семейной жизни, внешне легче, она готовит и занимается, она с ребятишками. А у той одно упование на Бога. Ей как бы легче, но она не имеет защиты здесь никакой. Она одна к ней пристает, там к ней пишут. Я говорю, что ты замуж-то вышел? Да надоело со всех сторон мужики, как мухи липнут. А теперь мы знали, что я верующий, муж такой здоровый. Они все испугались, отошли. А там самый плюгавенький принюхивался к ней. Вот заложено какое чувство, это влечение. Его нельзя ничем побороть. Это самая сильная страсть в человеке. Это очень хорошо в крейсерной санате Лев Николаевич Толстой объясняет. Ну, я уж не говорю по Фрейду. Самая сильная страсть. И победить ее не удастся бесполезно. Отца Сергия вспомнит там его рассказ где-то. А как Бог? В каких семьях больше мира? Там, где жена господствует за голову или где муж? Где муж? Где муж? Где муж господствует, там больше мира. Где жена? Где жена господствует? Где цивизм молчания? Где Бог господствует? Где жена господствует? Там полный мир. А то у нее рыщи. Почему? Потому что пирамида перевернута, спасения нет, дьявол их не трогает. Все. Это мне рассказывают люди разные-разные. А вот я говорю, а она опять против. Он мужик крепкий такой, держит в руках. И она все время против, палки в колеса толкает где-то. И он подчинился ей. Наконец сломили его. Я говорю, и как? Ну, очень просто. Я ничего не делаю. А что? А теперь из его зять, самой очень близки, и он мне рассказывает. Он лежит, только телевизор включает. Она ему сразу говорит, Ваня, машину надо, мы едем. Чакнул, выключил. А ни слова не говоря. Пошел, машину подогнал. Опять чакнул, лежит, смотрит. Она еще тут все-то прихорошилась. Так, Ваня, поехали. Ваня вышел, выключил, сел за руль, поехали. Ни слова против, нигде нет. Но попробуй эту бабу смирить, поставить. Там дракон семиглавый, и одну голову отрубать больше, еще три прирастут. Вот где наоборот перевернута, там мир. А вот если бы как у мусульман было, крепко мужик сказал, ну, у настоящих христианских. Там все время будет бушевать и бушевать. Она не может исправиться. Не может. У нее нет первого страха, отречения от самого себя и страха Божия нет. Ты не поняла. А? Не поняла. Можно рассказать? Я тебе говорю, что если... Ты, ты... Можно я просто пример приведу? У меня это было не на моей практике, А когда я преподавала, вот закон Божий-то мне предложили преподавать, и у меня девочка задала такой вопрос. Вот, значит, вы нам вот все объясняете, что мужчина должен главенствовать, что, значит, должны... Жена должна слушаться. А у нас, говорит, дома не так. У нас мама командует, а папа слушается. И у нас очень дружная семья. Да, говорит, зачем, говорит, это все нужно, если, говорит, у нас и так мир, все хорошо. Вот что мне было ответить? Я, значит, рот открыла и не знаю, что ответить. А потом мне как-то вот, как Господь, что ли, сказал, я говорю, так ведь это Богом заложено, что мужчина должен быть выше, а женщина ниже на ступеньку, там на две, даже на три, вот, смотря кто как. Вот, вот, но если мужчина будет выворачивать себя по-другому, он обязательно будет от этого страдать. Или он будет в пьянство удариться, или в глуд, или он будет болеть. Но все равно обязательно, раз это противоестественно, указанию Божию, обязательно будет что-то не так, ненормально. Она замолчала, девочка. Больше вопросов не было. Ну все же это тогда неправильно же, это постановка. Я говорю о христианских семьях. Если я, допустим, я хозяин, она мне много не накомандует. Сорок с лишним лет идет борьба. Горбачева когда спрашивает, спрашивает, а что у вас строительство это было, Максимовы это не ладно-то. Все какие-то, мамова-то была. Он очень просто говорит, борьба за власть. Борьба за власть в семье Горбачева постоянно была. Она сказала Миша где-то, а он стоял на своем. И поэтому все время это все знали, все окружения. А то теперь идет там за руку, взял. А то легко все это составить. По-настоящему, если чтобы кроткая жена была, а мужчина такой властный, крепкий, и жена его боялась. Как Исидор говорит, чем, говорит, мужчина обращается строже с женой, тем крепче она привязана к нему. Это истина так. Но, а если она не покорила ее, там все время будут в них, там все вот так. А если теперь ей покориться, все, ну я-то покорился, потому что я верующий, вижу, что ничего нельзя сделать, этого нельзя делать, ну покорился. А она теперь расправила, теперь она все, она активная, будет делать все. Но, только не под чьей-то указкой. Она атаман. Ей только не хватает ногам и кожанку. У вас такого нету. У нас, послушай, такого нету. Это у вас такого не было. Это у вас такого нету. Если только, маленько, вот что-нибудь я захочу сделать по-своему, он со мной не будет, но иногда скажет, я тебе сказал последний раз. Ты уже услышишь это слово, если последний раз. А если ты не услышала, в ухо получишь. Получишь тут же расчет и обрадуешься. А теперь я даже такая счастливая и довольная. Всю неделю только, опять же, благодаря Сергею, вот этому, который, ой, Максиму, Максиму вот этого, Степаненко. Вы знаете, он прямо во мне много такой вот открыл. Вот сейчас люди там на него поднимаются, там женщины поднялись. А сколько он мне, вот я ему так благодарна, сколько он мне открыл вот этим вот своим, хотя он даже к себе это не относит, что-то говорит, да я-то, я что там сказал-то, это пресса только это раздула. А я, когда его прослушала, я целый день не могла себе места найти. Во мне вот эти грехи, они закипели, буквально закипели. Я думаю, Господи помилуй, какая же я грешная. Я целый день, я переживала, я страдала, я снова плакала. Я переживала вновь то покаяние, которое у меня когда-то уже было. Оно ко мне вернулось. Это каждый день не бывает. Это бывает редко. И очень редко. И благодаря вот этому Максиму я пережила новое покаяние. И я рада. И опять, и снова же возвращаясь на те же пути, которые я думаю, да как хорошо, что мне такой муж достался. Слава тебе, Господи, какого ты мне мужа-то дал. Да он меня сегодня, то он-то исполнил свое повеление, которое Бог, он его не знает. Я ему об этом сколько уже говорю, он его не знает. Благодаря ему. Он меня каждый день подымал и подымал и подымал. И до сих пор меня подымает. А ведь я верующий, а он не верующий. А он меня тащит на себе. Дай мне от Бога тебе, Дмушка. От Бога. Я даже ему на этой неделе сказала, видишь, как я тебе благодарна. Он был очень расстроен. Он мне этого не понимает еще. Помоги ему, Господи, осознать это. Прошу ваших молитвов. Он часто принимает, вот я ему говорю, он даже, он понимает иногда такие вещи, говорит, которые даже верующие не говорят. У него это внутри есть, он мужик. Образ Божий. Образ Божий. Еще можно? Дело все в том, что если мы обратим внимание на Священное Писание, то там такой как-то перекос идет в одну сторону. И это все-все замечают, особенно новопришедшие, и всегда говорят, а что так вот в Библии Бог женщин-то не любит? А что не любит? А что там все вот о женщинах, о женщинах, о мужиках-то ничего? И так посмотришь в начале Ветхий Завет, и правда, если только ревность у мужчины закипела, про женщину ничего нету. Если ноги разбросила где-то, то женщина про мужика не написано, что он там где-то раком стоит. Почему это такое все? Откуда это берется? А потому что женщина, она имеет самую подлую натуру от сатаны. Это точно. Она знает, как взять своего мужика, за какой хоботок, и как его привезти в стойло. Часто Игнать Игнатьевич говорит, ночная кукушка перекупует 150 тысяч миллионов дневных от себя добавлен. А может быть фикселяр даже. Почему? Да потому что вот как раз это природное ведется. И разговор идет именно о верующих людях в Библии. Не о каких-то там безбожниках, о которых там что есть и речь, понятно? Под дневом Божиим находится. А именно о верующих идет речь, о евреях. И так там женщины поступали. И мне вот мы с Шановой беседуем, она говорит, ну а вот посмотри, какие там евреи были. Вот там блудницы, там глядя эти, все. Ну как раз об этом была у нас беседа. Гляди, вот проходит мимо благочестивый Иудей, старый уже Иуда. Проходит мимо, сидит около стены женщина. Ну сейчас-то старик уже там, все. Прошел да прошел. Он обратил внимание и говорит своему, гляди-ка, позоричная женщина сидит здесь, блудница-то. А хорошая, видать, так под очертаниями. Что-то хочу я вот с ней переспать. Вот это да, вот это патриархи. А Фомарь-то вообще его невестка, дочка оказывается. Вот это сделали и почему, и откуда, и кто. И она придумала. Дальше. Авраам ждет, не дождется обетование Божьего. Тяжело Аврааму. Уж как Аврааму было тяжело, никто не знает. Никто. Потому что он напрямую с Господом, Господь с ним беседует. И вдруг жена подходит, Сара, ну что, я вот не могу родить. Ну как не можешь? Господь сказал обетование. Ладно, подожди ты. Не могу я родить. Ну видишь, не рожаю. Сейчас же нету. Ну нету, ты что скажешь. Я вот придумала. Давай вот тебе, я дам наложницу, ее от нее рожу на коленочке. Кто придумал-то, мужик что ли? Авраам опешил. Как так? У меня такое пищевое, будто сатама стоит из-за печки. Я тут ни при чем. Я это тоже женщина только могла. Как этот, на печь, на свечке-то яйцо. И вот, я вот начинаем Библию вспоминать. И вот начнем вспоминать. Один какой-то смех от женщины идет. И дальше, как написано в притчах? Благословение отцов написано. Созиждут дом, а проклятие матери разрушит до основания. До основания. И опять же, а почему не про отца не сказано? И дальше, говорит он как? Так, сын мой. Нету нигде дочь моя. Сын мой. Ну и про дочей кое-что есть. Но в основном-то он все. Сын мой. Обратись. Как ожерелье на шею. Нанизай себе эту премудрость. И начинает рассказывать. Начинает о чем? О женщинах блудливых, шумных. Муж уехал. Так без мужа может? Муж уехал. Кошелек денег оставил. Я все тут за навесочками убрала. Вот раскинулась уже, вижу. Про парня ничего не написано. Почему? Женщины, вот вы прежде чем вот это вот глазами водить здесь, когда вот разговор идет. Надежда Васильевна. Вот такие вот глаза. Вы почитайте слово Божье-то. Вы уже давно не читали, я вижу. Посмотрите про женщину, что написано Богом. Я каждый день слушаю. Не надо сильно будет вам дано слушать. Нужно читать. Слушай, Игорь, вот говорят, лот, как лот с дочерями? А кто его на это подбил-то? Почему не говорят? Кто напоел? Заранее заговор. И заранее знали, что надо забеременеть, чтобы продолжалось. Там у них план был, и план был выполнен. Откуда они его взяли, в общем не было. Но когда Павел доказывает, что жена не должна властвовать над мужем, почему? Ибо не Адам, но Ева, привестившись с Павелом в преступление. Ничего себе. За сотню родов хватило туда. А при чем тут Ева-то? Любая женщина может сказать. Прекратить. Сказано на этом все. В тебе Евина есть. Женщину исследовать со всех сторон. А почему при мужа не сказано? Да потому, что он дурак. И о нем так и сказано. И пошел как волну убой. Когда она обняла, целовала. А я сквозь решетку в сумерки в вечернее время, он сидел и смотрел. В вечернее время тоже что-то не спалось. Еще она... Как олень, говорит, идет на выстрел. И стрела, говорит, пронзает и вылетает с той стороны желчью сверкая. Печень. Все прям рассказано как. И это правда. Горечь страшная после этого поражения. А он-то что думал-то? Ну, конечно. Она красивая Версавия. А что она купалась-то перед ним? Можем было посмотреть, где смотрят. А он прогуливается. Страна на войне находится все. А он прогуливается. Десять жен отдыхают от него день. И днем увидал. Такой у него нету. Ну-ка привезти. Молча приходит. А дальше вы знаете, какая разворачивается история. Сколько он потерпит. Двойной смертный грех сделает. Потеряет дом. Потеряет сыновей. Изнасилована родная дочь, братом будет. Это все заключалось в этом. Не пободрствовал. Написано, перила должны быть на кровле. Видимо, сломал перила, смотрел и вниз головой шарахнулся. И получилось. Что же получилось? Но судить-то нам не дано. А только будь осторожен. Написано, не оставайся с певицей наедине. Певица. Певичка какая-то. А вот она как раз и прельстит. Голос у нее какой. Ну, да мягкий, да баркатый. Наверное, как тело твое такое же. А дальше все. Поймай. Ума на 25% меньше. Наглости на 105% больше. Ну, еще дальше. Вот женщина впала в грех. Ну, допустим, не девушка. Ну, и сидит одна дома. Закон уже работать, убивать ее уже. Если раньше была она не девушка, приведите к двери, к воротам отца и убейте ее. Если это дочь священника, строже жаль живьем. Это закон был такой. У мусульман он по сегодняшний день действует. Он рубится со всех сторон. А люди сегодня об этом не рассуждают. Почему? Она урушает, какая бы она ни была. Каноны попраны. Каноны очень четко показывали. А поэтому они то и делают. Сейчас вот идет разговор. Какой-то там ермонах оставил, размонашился, женился. Ну, и перешел в другое место. А там на него там и в защиту его выступил Кураев. Он говорит, по крайней мере, он не лицемер. Он открыт, раз недостойный. Что? А я говорю, зачем ты принимал-то? Это обед-то. Бог нигде не заповедовал этого дела. Талант. Талант жить с женой. И талант быть одному, ну, выше тот, кто когда один. Аристина Петеревна что-то хотела сказать. Дадим ей слово. Я хотела сказать, вот, некоторые женщины, вроде бы верующие, обращаются к психологу. Ага. Вот это да. И что? И так, так, так. Ну, я хотела, да, да, я хотела об этом вот порассуждать. Верующие женщины обращаются к психологу. Вопрос. По поводу... Кому вопрос-то? По поводу... По поводу... К вам. Ну, все. По поводу семьи. Как жить в семье? Не вредить в семье. Что такое психолог? От слова психея, душа. То есть он как бы душепопечитель твой должен тебе разобраться. Вот психологи работают, где люди попали при взрыве, везде, психологи. С женами тех, которые в Курске погибли. Ну, а могут ли они неверующие? Не могут. А они душу, во-первых, не признают. И поэтому в глубины души не пройдут. А кто это может сделать? Это человек, который верующий. И пойти туда... Туда они не могут в плотских вещах даже судить. Они правильно судить не могут. Неужели нет ни одного разумного среди вас, чтобы рассудить? Павел говорит, идете к неверным. Судитесь. И она идет к нему, спрашивает совета, когда она в вопросе душеполезном совершенно слепая. У нее нет зрения. Глаза закрыты, затянуты. Просто нет зрения. И зачем она идет? Это говорит о том, что нет братства, нет доверия, нет священника. Идти надо к священнику, к знающему это. Пойдите, покажите священнику. И он определит твою проказу. Ну, даже знающий быть. А если не знающий, ну, дайди знающего. Восьмой-девятый стихи. Безбрачным же и вдовом говорю, хорошо им оставаться, как я. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак. Ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. Толкование. Видишь ли мудрость Павла, как он и превосходство, девство показывает, и в то же время не принуждает к воздержанию от супружества того, кто не в силах воздерживаться, дабы в противном случае не подвергся он более тяжкому падению. Если, говорит, ты испытываешь большое насилие и воспламенение, ибо власть похоти сильна, в скобках, ибо власть похоти сильна, то освободи себя от тех трудов и потов, дабы, взявшись за них, не подпасть горшему злу. Я вспоминаю к этой ситуации Петра, сын Василия, Толстенко, который взял монашество, он же вроде как, в Барнауле был. Он у меня когда-то был в лагере, такой своедравный парень, но видный, прямо из себя, большого роста, просто такой, понимаешь, я его даже из лагеря вызвал однажды. Ну и вот он полюбил девчонку, здесь, в Покровском соборе, а она, прям, я ее видел, ну, чернявенька там, такая пиголица, но он полюбил ее, и она возьми, откажи ему, то ли она чувствовала, какой характер у нее, он еще не вздумал, как отомстить ей. А как отомстить? Принял монашество. А у него у дяди 10 детей, 10 детей законных, да, может, 10 незаконных, баптист. Одновременно от трех женщин одного возраста, член баптистской общины здесь. Ну, это имеет значение, какая природа где-то-то. Ну и все, а он тут еще устроил разнос, над ним стали смеяться, что-то там, о, теперь ты уже епископ, может, ручку надо поцеловать, в алтаре-то. А он с кадилом дьякула, развелся как дядя этим, благословил кадилом, да угли по всему алтарю. Ну, а кого его тронешь, ты такого, он у себя прям, он как пел, вот это много свящей, по-не кадила называют, оно, кажется, аж тряслось голосом. Он все оставил, видели, как он пел где-то там в метро. Потом закончил, говорит, в консерваторию, и на самой сложной арии, там, Бородина, князя Игоря поет, его белорусский театр, когда получили, говорит, у нас наконец-то настоящий бас появился. Зарядите, в Толстенко Петр, и больше ничего не надо, в гугл, и вы его найдете, он там на сцене идет, поет. Я с ним встречаюсь в прошлом году. Он ко мне перед этим приехал в Потеряевку, пел еще «Гори, гори, моя звезда», и он говорит, ну что делать? Полюбил девушку, она мне сам. Я против того, что принял, но ты уже принял, ты принял ее не от человека, а от Бога. Обещание. Придется скрипеть, но он не стал скрипеть, женился, или совета. Как она живет, не знаю. В прошлом году мы встречались не на квартире, а в доме, в доме, а его отца, он даже слушать еще не хочет. Я не верю, никакого Бога, ничего нет. Полностью все потерялся. Вот и все. Толкование. Поскольку Господь в ясных словах дал закон не разводиться, разве только по причине прерубодеяния Матфея 5,32, то апостол говорит, не я, но Господь. Дальше. Прежде, прежде же сказанное не было буквально узаконено Господом. Впрочем, и слова Павлова и суть слова Господни, они человеческие. Ибо ниже он так говорит о себе. Думаю, и я имею Духа Божия. Дальше, в церковом стихе этой же главы. Вот как женщину сохраняют, вот сами мусульмане. Вот здесь обязательно мини-бики, там что угодно, она женщина ходит, в чем. А у них она в мешке сидит, с головы до ног. Паранжа. Так придумали купаться, специальная материя, которая пропитывает, и она купается в водолазном костюме, считает. Но сделали отдельный пляж, платят деньги, и там они уже ходят, как мужчинам, нигде, ни откуда, чтобы не было видно ничего. То есть они все время работают, они талантливы в этом вопросе. А здесь никак, на произвол. Куда она идет? Одна, чтобы молодая мусульманка шла, ты никогда ее не увидишь. Никогда. Наши жили во Фронзе и ни разу не видели. Минимум шесть. Выскакивают они, чик-чик-чик-чик-чик-чик. Следующий думал, куда кому-то, опять заскочили, никого нигде нету. Я видел такие в Нью-Йорке. Ну, там, конечно, не казашкам, а какие-то... Я-то из машины увидал, говорю, как одеты, как... А ты знаешь, что такое? Это еврейские девчонки. Они табунком, как воробушки. Выскочили, одетую какую-то в форму, они такие прям, видно, что и спирь каждая. И опять заскочили, и где нет. Они их берегут. А это стоит, голосует, вечером в темноте, куда везут? На Мологинское кладбище отвезли. Садится в машину три мужика, и все с юга. И она с ними поехала. Даже казнь такую бы придумали, ты бы не пошла на это. Сказала бы, отрежь голову, не сяду. Надо учиться нам, учиться у всех. Что, скромный? Сергей Павел, скромный. Вы сейчас прочитали, что кроме вины прелюбодеяния нельзя разводиться. А я читал, что в церкви еще есть одна вина, по которой разводиться можно. Это угроза жизни одному из супругов. Вот хотелось бы комментарий по этому вопросу. Ну и где ты нашел? Это где в Священном Писании говорится или где? Нет. Не читал-то? Скажи нам тайну. Какой-то духовной литератур. Это любой скажет. Только она не угрожала. Или он ей угрожал. Или что такое угроза жизни? Есть такое, что если она сдурела, в дурдоме сидит не меньше пяти лет, и ямы врачей выносят признак безнадежно, или там растительный образ жизни ведет, ну, тогда разрешалось ему. Но тут я не знаю. Данила. Я с этим встречалась. Вот этот вопрос его отвечает, по-моему, у Даниила Сысоева. Когда задавали ему этот же вопрос, он говорит, что да, если это имеет угрозу для жизни, например, он алкоголик и неисправимый или наркоман, и что последствия такое, что это представляет опасность для твоей жизни, вот в таком случае. Так, смысл тот, что она не должна считать себя, что она не замужем. Да, это так есть. Вот она, когда сейчас объяснила, я вспоминаю. Одно дело, она просто так и формально, она не живет с ним, но она остается его супругой. Она остается до смерти. Это Ян Златоус об этом говорит. Он своим поступком показал, что она ему не жена. Он ее терзает, как хлеб влаговище свою добычу. Вот об этом. Вот об этом. А отца там, да. Но она остается замужняя женщина, которая бежала без дергать. И она не должна выходить замуж. Я не знаю, я даже не помню дальнейшего, что может, что если представляет опасность для жизни. Ну понятно, но это же она должна спасать свою жизнь, потому что... Но не разводиться. Но разводиться и спасать свою жизнь разные вещи. Да. Дальше, один за что ответили тебе на вопрос. Ну я так и предполагал, но там считается, что вроде как от голоса церкви, раз вот, по-моему, да, я тоже, по-моему, Муксусоево читал, что разрешен развод, если в угроза жизни там наркоману, как-то. Нет, брат, ну а как стих, что Господь сочетал, то люди... Да я сочетаю. Ну о чем тогда? Мы будем все-таки придерживаться Священного Писания. Господь сказал не разводиться. А если не сочетайте, я вот еще опять же делаю поправку на нашу церковь православную, русскую православную, о которой вот уже и Максим вот это вслух-то сказалось и на букву-то называет. Ну в этом случае может быть и такие же вот и разрешают разводы. Ну вообще вот я слышала. Пожестокосер, где у вашего типа? Там все разрешается разводы. Дальше. Если же разведется, то должна оставаться безбрачную. Вот и все. Вот. Вот вам и ответ. Или примириться с мужем своим и мужу не оставлять жены своей. Любить. Не прогонять. Но своими действиями, избиением ее он как раз показал, что он не муж, зверь лютый. И она бежала от него. Это я готов с об этом. Толкование. Разводы, говорит, бывает из любви к воздержанию или по малодушию или по другим причинам. Но лучше, если бы вовсе не было разделения. Если же оно и последует, то жена должна оставаться при муже. Если не для соития, то для того, чтобы не привести никакого никого другого. если же она не сможет воздержаться, то пусть примириться с мужем. Христос сказал, кроме вины и любодеяния. Василий Вики поясняет, муж изменил. Но и тогда мы женщине, пришедшей, не даем совета разводиться. Перетерпи. Ты не пожалеешь об этом. Вот и все. Теперь, когда она разведется, а он сженился на другой, это по какой-то причине. А теперь между собой они говорят, она себя казнит. Дура была такая. Вот понимаешь, нет. Женщина тоже по-своему. Вот она говорит, я вчера бы, если его ушла, я бы сказала, я ушла от него. Но я терпела его. Я пришел домой, он как сдал мне под заднюю. Я упала, голову разбила. И всем надо теперь говорить, ну не могла я на день-то раньше уйти-то. Теперь я бы этих слов не говорила, что он меня выкинул-то. А я его бросила. Знаешь, как это звучит-то. Это надо позади оставить. Это не имеет никакого значения. Ты венщина, законный муж, и на том все. Теперь вот у нас женится бывает незаконный у ней муж, но она живет. Живет, как будто бы ничего не знает. Ее как раз и надо спрашивать, ты считаешь, кого обвенчать-то, когда он не верующий-то? Не надо это играть-то. А ты считаешь его за мужа? Да. Даже не имеет значения, расписалась или не расписалась. Хотя это надо. Но она должна это зафиксировать, что она его считает за мужа. На тот случай, что если разведется, уйдет, то она, чтобы не посягала, выйти второй раз. У нас это было. У нас в общине это было. Я могу сказать, с кем заранее с ним было это взято. Ты ее считаешь, с женой живешь? Нет. Мы развелись. Развелись, не верующие, не венчанные. Но он женился здесь. Пускай Алеша живет. Да, Бог счастья. То есть, у нас в православии все расписано как должно. Как Господь поверил, так и должно быть тому. Но, к сожалению, примеров в нашей православной церкви можно привести, которые совершенно противоречат к тому, что мы читаем. Пример. Знаменитые наши певцы, эти, Филипп Киркоров и Алла Пугачева венчаны. Но я услышал, вернее, увидел в интернете, что Филипп Киркоров ушел и очень обрадовался, когда узнал о том, что у Максима Галкина и Аллы Пугачевой появились дети. Ну, то есть, это от суррогатной матери. То, что там как бы мир между ними, какой это мир, на чем он основан-то? И где оно, это вечание, и где это единое плоти, и прочее. Ну, все все сорока сплошной. Даже противные нет. У вас забыл второго? Да. Следующий стих. 12-13 вместе. Толкование. Впрочем же я говорю, а не Господь. Впрочем же я говорю, а не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Толкование. Что ты говоришь? Если муж неверующий, то пусть останется с женой, а если блудник, то не должен оставаться с нею. Вопрос. То не должен оставаться с нею. Но неверие хуже блудодеяния. Неверие хуже блудодеяния. Точно хуже. Но Бог взыскивает более за грехи против ближних, чем против себя. Ибо сказано, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим. Матфея 5.24 И десять тысяч талантов ему должных он простил, но за того, кто должен был сто динариев. Он не оставил обиды без отмщения. Матфея 18.34 Так и в настоящем случае. Грех неверия, который оскорбляет самого Бога, он оставляет без внимания. Но грех прелюбодеяния наказывает как грех против жены. Некоторые, впрочем, так объясняют. Человек, говорят, остается в неверии по неведению, которое, может быть, и кончится, как и сам апостол в 16 стихе. Говорит, почему ты знаешь, жена не спасешь ли мужа? А блудеяние совершается в средстве явного разращения. Кроме того, блудник уже сам прежде отделил себя, ибо отняв свои члены у жены, сделал их членами блудницы. Между тем, как неверный не сделал никакого греха против плотского единения, или лучше сказать, через это единение он может быть соединиться и поверим. Не говорю уже о том, что и порядок жизни извратится, и Евангелие подвергнется поношению, если верная половина отделится от неверной. Между тем, рассматриваемую заповедь апостола относи к тому только случаю, если муж и жена соединились с браком, когда еще оба находились в неверии, но после та или другая страна обратилась к вере. Ибо если прежде только один муж был неверующим или только одна жена, то верующей половине вовсе не позволяло вступать в брак с неверующим. Это видно из слов апостола, ибо не сказал он, если кто пожелает взять неверующую, но если какой брат имеет, точка, но если какой брат имеет, то есть уже имеет. Опять не просто предписывает жить верующий половине с неверующей, но только в том случае, если последнее пожелает того, ибо это значит согласно, то есть есть, то есть если пожелает. Такое длинное толкование, но оно в принципе повторяется мысль одна и та же, коротко сказать. Но из своего опыта могу сказать, что действительно не по ворьбу себе, это сила Господня только, но сколько пришлось претерпеть в начале супружеской жизни, после того, как я уже уверовал глубоко и ощутил это рождение свыше, заявил о том, что я хочу предженой, о том, что я хочу стать верующим человеком, истинным христианином, сколько мне пришлось претерпеть, и жена убегала, и приходила, и все это было, да, но было полное неприятие. Сейчас я могу сказать за свидетельство о том, что насколько она стала, ну, один Бог только знает, насколько там все это, но, во всяком случае, внешне. И высказывания такие бывают, что я думаю, ты ли это говоришь, или кто другой говорит твоими устами? И в действиях, а как они готовятся, старообряться к исповеди, ну, не знаю, я в всяком случае за все время так не готовился ни разу. Там нужно, по-моему, пять раз прочитать по полтора часа это правило, потом причастные молитвы, то есть они вот неделю или две недели они там читают это по несколько часов в день, а потом они пошли на исповедь, исповедовались, приходят они после исповеди уже поздно, служба заканчивается в восемь часов, а потом приходят в девять часов, потом они еще должны прочитать это часы ко причастию, да, и они встают еще ночью, и вот уже рано утром они к самой первой службе уже едут и все там исповедуется, и все это строго выполняется, вот и дочи, и жена, они строжайшим образом все это исполняют, я думаю, неужели все они так вот, там такие вот ревностные, старообрядцы, у меня такая возвышается в глазах моих и даже в общинах через мою жену, то есть вот Господь сделал действительно чудо, потому что ну это было полное неприятие, полное противление, и когда Игнать Тихонович, мы бы, был застоль, а был, это, крещение было 19 января, Никита, да, Никита родился только, и мы принесли его вот туда, она, жилой пришли, Игнать Тихонович первый раз ее увидел и сказал, ну тут лет 11 надо ломать и ломать, так что ваш прогноз несколько не оправдался, пришлось много больше ломать, это только слава Господне, только слава Господа. Что здесь, вот прослушать, допустим, то, что вот они делают, готовятся как тот, кто держится чисто Евангелие, он скажет, ни одного шага нету по Евангелию, ни одного, вот это вот придумали, это все механическое явление, они внутри-то не меняются, она считает, да, считает, назначено ей, она должна просчитать, а у нас-то маленько помягче, но та же самая история, исследуйте самих себя, вот что, а этого у них вообще зачатки нету, какая она была, такая и остается. Я хочу сказать, что кроме этого, что они так готовятся, она читает Священное Писание, она читает вот это толкование, мы читаем молитву каждый день, вечером, вечерняя молитва вместе, старообрядцы и православные, эти диконяне, проклятые, вместе читаем, Священное Писание, толкование читаем. Слава тебе, Господи. Вот если, простите, я говорю по Евангелию, по Евангелию, что-то не читается, там ничего нету, делают это прекрасно, но нам заповедано только одно, и так да и следует каждый себя и приступает. Все, даже об исповеди никакого слова нигде нету, но у нас принято, мы это будем делать, но даже самое главное в молитву, вечернее, чтение, заложить то, что указал Господь через Павла. Павел говорит, не я, а Господь, а в другом месте сейчас встали, не Господь говорит, а я. Да что, Павел и Господь, это что, его слова разница, ниже, это не Господь, не Завтитик, я говорю, это означает, что до того, как Павел это высказал, этого не было сказано нигде в Писании, вот смысл какой. Все, что до этого было в Писании написано, сказал Господь, это Павел ссылается, а что новое, это я сказал, я, а у него Павел говорит, я думаю, я имею Духа Святого. И мы это принимаем сегодня на равных, тут надо пояснять, потому что Господь сказал, идите, не имейте двух одежд и прочее, а когда уже уходил, заповедует уже об одежде, о хлебе, почему, потому что там он заботился сам о них, а теперь я вас оставляю, собственное обеспечение, озаботьтесь, тут надо понимать, что структура церкви только начинала создаваться и тут будут попечерители и другие люди, которые тебя за руку поведут. В Евангелии многое не договаривается, а что договаривалось, оно потеряно было, ну а церковь поставилась, и как ты говорят, а не написано, а не правы, да, не написано, но труд Духа Святого не остановился на первом веке, он продолжается до сегодняшнего дня, иначе бы не было Златоуста, не было бы Яна Кронштадтского, уже все сказано, нет, не все, на сегодняшний день конкретно необходимо говорить вот там о паспортах, допустим, где-то, ну вот я к примеру сказал. Все это... Надежда Васильевна. Смирение тоже. Что за получение? Тихо. Я говорю, все, Виктор Андреевич сказал правильно. Надежда Васильевна. У вас слово есть? Говорите. Я говорю, все, что Виктор Андреевич сказал правильно. А что говорит? Не я говорю, говорит Господь через апостола Павла, почему ты знаешь жена, не спасешь ли мужа? Ну не жена спасает, а Господь, конечно, спасает. Рано можно сказать, почему ты знаешь муж, не спасешь ли жену? Поэтому я просто хочу попросить вас поблагодарить Бога за то, что Господь сделал со своей женой чудо, и оно, чтобы оно продолжилось до тех, чтобы, до того состояния, чтобы мы вместе были в Царстве Небесе. Аминь. И вот здесь, когда говорит, что неопределенность, откуда ты знаешь, то есть в обязанность не поставлено его обратить, и чтобы руки не опустились, а может обратиться. Вот эта неопределенность, и апостол Павел предполагает, что мы правильно воспользуемся свободой молитвы, свободой отношения к этому человеку. Вот в этом заложено. Неопределенность, это тот самый момент, который на развилке оставил человека при выходе из рая. Избери левое или правое. Я предложил огонь и воду. Благословение и проклятие. Вот здесь это же самое повторяется. Я не знаю, обратиться нет. А может никакой роли молитвы нет. Недавно, я говорю, было такое. Ну, просто в одном месте, в одном царстве, в одном государстве. Мало платят. Пошли к епископу, работники церковные там. И епископы сразу уволили все. А теперь у одного-одного такого в гекаре царстве, некотором государстве, вот, подумали так, и жена одного нашего знакомого, ее избрали там, работники церковные. А у церкви что бывает? Так, пекари, швеи, ну, что-то там делают там. Многое они делают. И вот ее избрали пойти. Но впереди-то опыт был, что мало платят, ну, совсем мало. А уже знают как. До этого был епископ, уволил. Сейчас пойдешь, и ты даже эти пять тысяч получать не будешь. Что делать? Они меня телефонными звонками, раз, другой, третий, ну, помолитесь. Я никакой роли своей молитвы еще раз говорю, не знаю я вам. Слышит Бог, когда не слышит, я обязан, я пристал, пристал и стал молиться. Ну и что? Ну, пошла. Пошла, там еще какие-то неурядицы были, и все против нее было-то. Ну, уже пошла, и рассталась с должностью, выгонят. И вдруг вечером сообщается, что, говорит, сделалось с архиереем-то. Он сам вышел, пошел с нею, и там что не могли оформить, все это сделали, и сказал, два с полной раза повышаю заход. Да два с полной раза сразу не повышает-то. Недавно я позвонил туда, в неком царстве, в некотором государстве, спросил, как, выполняется, да, выполняется. Ой, как мы узнали, какая сильная молитва. Понимаете, архиерей. Я же, во-первых, не знаю, откуда это, но я знаю, что мой Бог рядом, и Он слышит. Я перед Богом приношу молитву. Представь, это для всех было, ну, как говорят, шоковое состояние. Это пойти, прилетит, и там говорит, да у меня неправильные документы, ее нельзя тут прописывать. Я сказал, сделайте как-нибудь. И все было сделано. И получили. Я получаю известие с разных сторон подобное. Мы не знаем, чья молитва достигла. А ты молись, ввиду неопределенности. Мне не сказано, что я, выполню все. Бог нигде не дает такого нам обещания. Но я слышу, Он сказал. Я слышу и знаю. Но я не знаю, когда Бог ответит. Аллилуйя. Следующий стих. Ибо неверующий муж освящается женою верующую. И жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Толкование. То есть изобилием чистоты верующей половины преодолевается нечистота неверующей. Это значит слова апостола, а не то, будто язычник делается святым. Ибо апостол не сказал, бывает свят, но освящается. То есть побеждается святостью верной половины. А говорит об этом для того, чтобы верующая жена не опасалась сделаться нечистой, если будет иметь сожительство с таким мужем. Но спрашивается, совокупляющаяся с блудницей, делаясь одним с нею телом, становится нечистым? Очевидно, и совокупляющаяся с язычницей становится одним с нею телом. Если первый нечист, то как же не делается нечистым последний? Что касается блудодеяния, в нем бывает точно так. Когда имеют общение между собой блудники, то их смешение имеет нечистоту, а потому они оба нечисты. Но иначе это дело при сожительстве верующей половины с неверующей. Неверующий муж нечист по его неверию, но жена имеет с ним общение не в неверии, а в ложе. В этом общении не оказывается никакой нечистоты, ибо оно есть законный брак, посему-то верующая половина и не делается нечистой. Если бы неверная половина не побеждалась чистотой верной, то дети их были бы нечисты, или только наполовину чисты, то есть не нечисты, излишним выражением святы апостол изгоняет страх подобного подозрения. Вы заметите, когда жена освящается, и он говорит, не говорится, что она святая, но о детях, иначе дети были бы нечисты, а теперь святы. О детях прямо говорится святы. А одна половина верующая, другая не верующая. А как, с чего разница святы? Объяснял еще Мартин Лютер. Благодаря тому, что одна половина верующая, она крестит ребенка, и ребенок свят. Это прямое указание на детское крещение. Это Мартин Лютер, протестант, понимал так. Она не спрашивая его принятия. Ребенок освобождается от подходящей и чистоты. Кто рождается с чистым от нечистого? Иова 14.4. Не один, добавляет, не один. А теперь освящается, а жена как? Освящается поведением и Словом Божьим, которое звучит. Вот говорят, ну я тоже говорю об этом, а если взять вот сто прихожан православных храмов, ну где-то молитые на любом баптистах. Ну вот выходят, они ничего не знают. А мы их отсечем, сто человек, а тех и сто, ну и начнем с ними работать. Ну вот, у православных какие люди? И эти. Просто по жизни сравнивать даже не приходится. Какие эти богобоязни, а сектанты? А православная бабка упала и заматерилась, и вообще, даже не знаю, что может не каждая. они освящены через Слово. Они, если православные бабки не знают, они куда угодно колеблются, у них одна надежда на батюшку. Батюшка сказал, батюшка благословил, батюшка сказал, батюшка благословил. Они не могут оторваться от этого папы православного. Там один папа непогрешимый, у нас каждый папа непогрешимый. Вот оно что. И это все, вот здесь вот мы должны это увидеть. А они освящаются. Поэтому, если она оказалась неверующая, жена у тебя, потому что ты-то уверовал, ты ей свидетельствуй, ты ей говори. Потому что неопределенность побуждает тебя трудиться сильнее. А она может обратиться. Обратиться, и может быть вперед тебя пойдет. Не пренебрегай. А я разглянусь с ней, она неверующая, уже подсмотрел среди христианок. Ты помнишь, у нас приходил? Да, да, да. Вот я только хотел про него пример дать. Из старобрядцев тут приходил, Андрей Марков. Вот, уже присмотрел невесту, Жена вообще не касалась. И тут она сразу стала приходить на богослужение, подделась по форме. А когда узнала, что Оля не собирается замуж, что все, она тогда отклынула и больше не стала ходить. А ему сказали, у нас это не положено. У тебя есть жена хорошая, работница такая. Ну, вроде не меньше. Нас это не касается. Это жена, ты нажил детей с нею. Живешь, ну, ну, вы знаете, о чем вы говорили. Да, но еще пример тоже из нашей общины. Саша, который, а мы, говорит, с ней не венчаны, а мы вот жили, нажили, ребенка нажили, а потом он решил еще... какой Саша-то? Да, на которой... А, все, поняла. Светлана Ильича. Коллега, время истекло. Надо, надо. Да ладно, время истекло. Так, этот вопрос... Не важно, я просто... Еще много времени занял. Этот вопрос один из самых серьезных в церкви.